Труды Бааль Сулама, страница 207, пункт 15, подъем Малхуд в Бину. Страница 207, труды Бааль Сулама, 15-й пункт, подъем Малхуд в Бину. Подъем Малхуд в Бину необходимо досконально понять подслащение Малхуд в Бине, являющееся корнем всей науки, так как Малхуд является свойством суда, в котором мир не может существовать. Поэтому поднял ее создатель в сферу Бина, которая является свойством милосердия. И на это указывали мудрецы в сказанном. Вначале возвысился в мысли создать мир свойством суда, а именно в Малхуд, являющийся свойством суда, увидел, что мир не может существовать, предварил свойство милосердия и совместил его со свойством суда. То есть, посредством подъема Малхуд в Бину получает Малхуд в форму Бины, свойство милосердия. И тогда Малхуд управляет миром в свойстве милосердия. Этот подъем, Малхуд в Бину, происходит на каждой ступени. Сначала рожь мира Ацелут и до конца сов мира Асия, поскольку нет у нас ступени, в которой не было бы десяти сферот. Кахаб, Хагат, Наим и Малхуд, находящаяся на каждой ступени, поднялась в Бину той же ступени и получила там подслащение. Вопросы. Что значит, что Малхуд поднялась в Бину? Кто поднимается или опускается? Важность свойства. Нет подъемов и падений других. Но только вследствие того, что одно поднимается, а другое опускается по важности. Одно относительно другого. Малхуд поднимается в Бину. То есть, она может сократить себя, свое желание получать силой. И, конечно, само желание не исчезает, но она получает дополнительные силы. И тогда она в своем проявлении выглядит Биной. Это называется, что она поднимается на уровень Бины. Сама она остается Малхуд. Включается в Бину. Что значит, включается в Бину? Она не поднимается и не скрывается там внутри, как мы можем себе это представлять. Но она включается в Бину. Она принимает на себя такие исправления, что она сейчас, как Бина, выглядит снаружи. И тогда словно соединяются вместе они. Нет расстояния в духовном. Если обе они внешне выглядят одинаково, они как одно целое. Поскольку главное не что внутри материя. Материя внутри остается желание получать. Но главное это, насколько это желание получать во внешнем своем вине, как Бина, Ахмазе, Рампин, на всевозможных уровнях самостоятельности. Это называется подъем Малхуд в Бину. А затем, когда Малхуд, скажем, или же портится, тогда она падает. Это тоже может произойти. Это во время разбиения Килим. Или же она получает дополнительные еще силы. И тогда она не облачается в Бину, когда она выглядит в Бине, как Хасет, желающая отдача. Но может опуститься на свое место и может произвести зевук слияния на желание, которое она прежде сократила. И тогда она опускается снова и производит Гадлуд. Большое состояние. Пользуется всеми своими желаниями ради отдачи. То есть, или Малхуд поднимается в Бину, и тогда она Хасет, Катнут, или опускается из Бины, и тогда она создает Гадлуд. Как Создатель поднимает Малхуд в Бину? Все подъемы и падения, благодаря воздействию света. Больше света, я более чист, более отдаю. Меньше света, я менее чист, более получаю. И это все. Как он ее поднимает? Поднимает? Сказано, что Создатель поднимает. Что значит поднимает? Светит большой свет, и тогда Малхуд по своим свойствам, по своему воздействию, своей отдаче. Поднимается? Поднимается по своему свойству. Это не места. Что я вчера отдавал на 10 грамм, а сегодня на 10 килограмм. Я поднялся по сравнению со вчерашним по силе отдачи. Когда я вчера... А затем я от отдачи в 10 грамм, от отдачи в 10 килограмм, изменяюсь к отдаче в 5 килограмм. Это называется, что я опустился, и все. Это подъемы и падения в духовном. Больше или меньше отдача. Да? Со стороны Создателя или со стороны Творения? Что значит со стороны Творения или Создателя? Кто поднимается или опускается? Конечно же, Создание. Кто дает? Конечно же, Свет Создатель. То есть, с помощью Света, с помощью воздействия Творца, насколько он важен в моих глазах, то есть, насколько он воздействует на меня больше, насколько я беру от него больше пример, так я и поднимаюсь, где я получаю эту важность относительно него, от окружения. Да. Так я или он? Кто производит подъем? Тут я запутался. Откуда у тебя есть силы подняться? Я не понимаю тебя. Ты только желание получать. И это тоже не от тебя, от него создал злое начало. Что ты требуешь от него? Подними меня. Измени то злое начало, которое я создал. Сделай из меня что-то хорошее. И тогда он меняет. От тебя зависит только просьба. Понятно, да? Малхуд поднимается через остальные сферот? Или она может сама подняться? Я не понимаю через остальные сферот. Прежде в Зайрампен, потом в Бену? Там есть Нецах, Од, Есот. Да. Она получает их свойства? Да, постепенно. Потому что все эти сферот, они являются ее сближением со свойством Бены. Да. Написано, Малхуд получает форму Бены, свойства милосердия, и тогда Малхуд управляет миром, свойства и милосердия. Как Малхуд может это делать? Малхуд — это весь мир. То, что есть до Малхуд, все эти свойства — это свойства Творца, насколько она хочет уподобиться им. И внутри Малхуд находится вся реальность, включая нас, с нашим миром, или с нашей Вселенной, все внутри Малхуд. И поэтому это называется, что насколько мы вызовем в этой Малхуд быть более подобной девяти первым сферот, Бенея или даже Кетеру, тогда внутри Малхуд, когда мы находимся, мы получим все эти воздействия. То есть мы как бы находимся, находимся внутри Малхуд и все время желаем, чтобы она получила свойства девяти первых сферот. Как в подводной лодке мы находимся. Это понятно? Есть у тебя такое представление? Отлично. И мы все время так делаем расчеты. Ищем, как мы можем вызвать Малхуд, но Малхуд устроена на связи между нами. Она называется Собрание Исраэля, Кнессит Исраэль. И если мы соединимся между нами, мы сможем повлиять на нее, чтобы она получила свет от девяти первых сферот, и тогда то, что она получает, это то, что происходит с нами, когда мы находимся внутри нее. И тогда наша жизнь кажется немного отличающейся, чем гусеницы в редиске. Да. Почему это называется милосердие? Было сокращение? Она хочет действовать в отдаче. Я не понял. Малхуд сделала сокращение. На что? На подъем Малхуд в Бино. Она производит этим сокращение. Я прекращаю пользоваться своим желанием получать. Я совершенно сокращаю его от получения. Я желаю вследствие этого уподобиться Творцу. А к другим я отношусь таким образом не делай другому того, что ненавидишь сам. Хафетс хесет. У других пусть будут все блага. Я просто не в ту и не в другую сторону. Я не способен на большее. Я не способен попросить у Творца, чтобы он мне дал силы отдавать другим. Но не быть относящимся к моему эгоизму, который я ненавижу. Когда я хочу уподобиться ему, это да. Это очень большая разница. Не пользоваться желанием получать и подняться в Бино, и начать пользоваться желанием получать после этого. это очень большая разница. Это разница в направлении. Не знаю, как это тебе сказать. Это просто совершенно другая программа. Когда ты начинаешь пользоваться снова желанием получать и поднимать его, со всеми злодеяниями, злоумышлениями, только подумай, ты снова входишь, есть у тебя сила, оправдание, раскрыть все злодеяния и ошибки, из прошлого исправить. Почему? Ради чего? Что есть в этом? Это подъем над материей творения. Ты тем самым начинаешь уподобляться Творцу, когда ты начинаешь опускаться из Бины снова. Потому что ты сейчас поднялся над Малхуд, когда поднял ее до Бины, сейчас ты поднимаешься и над Биной, над Хафетс Хесед. Ты не согласен ни с Малхуд, ни с Биной. Ты как Творец работаешь с этими двумя силами. Бина — это желание отдавать, Малхуд — желание получать. Ты работаешь с ними двумя как Творец. Поэтому в этой работе «Возлюби ближнего как себя» ты буквально уподобляешься ему, тогда ты начинаешь слияние с ним. Это очень огромная разница. ты начинаешь работать с замыслом Творения. Ты начинаешь тогда понимать его, чувствовать его, как это было до того, как вообще он создал тебя. Ну, это вещи прекрасные. Да, Иран. к тому, что вы сказали сейчас, у меня вопрос. Свойство милосердия, свойство суда. Тут вот написано. Я немного знаком с этим материалом, с текстом. Это правильно. Что нам объясняют? Что, сейчас так, потом и эдак? Удивительно, что он впервые услышал об этом. И не встречался с этим. Где это объясняется? Ну, Яниф. Где объясняется это? В тихе? Он говорит так. Прежде всего, создал мир в свойстве суда, в желании получать ради получения. Сделал это в первом сокращении, с экраном, отраженным светом, в меру линии. Это называется прямой линией. Все по закону суда. Творец создал человека прямым, а они требовали больших расчетов. Затем есть у тебя второе сокращение. Подъем Малхуд в Бену. Уже две линии. От Малхуд к Бене и от Бины к Малхуд. После разбиения есть у тебя три линии. Это называется большие расчеты и так далее. Об этом говорится, что он как будто хотел творец создать мир в свойстве суда, в свойстве суда, но в свойстве суда невозможно создать человека. Мир, да, но человека нет. Человек должен состоять из трех линий, иначе он не станет как творец, не будет у него возможности познать его и уподобиться ему. Поэтому видел, что мир не может существовать в таком виде для необходимого исправления. Поэтому разбил его, привел Ирана сюда, в этот мир, чтобы стал человеком. Так сказано. И о тебе тоже. И о тебе тоже. Поскольку только вследствие разбиения и испорченности исправления в трех линиях достигают состояние целетворения. Сейчас Амикам уже спросят. Пожалуйста, без «э» одно предложение. Малхут поднимается в отдаче, начинает со второго сокращения. Это более ранний этап, чем она это делает в четырех стадиях. Она это делает в мире Адам-Кадмон, в корне, когда Мацилут раскрывается. Малхут поднимается со своего места в Тифере, то есть она сокращает Танги в Никудот Десак, поскольку она не способна с ними работать в получении ради отдачи, поскольку она включила в себя Наи Гальгальты четвертую стадию, и тогда она не способна работать с теми келим, в которых получение ради отдачи, поскольку нет у нее силы, поскольку Гальгальты это невозможно сделать, и поэтому она сокращает себя, поскольку Наи или Таннии на Кудот Десак, если бы не получили четвертую стадию, не впечатлились бы от Таннии Гальгальты, не было бы в них второго сокращения, но они получили эту четвертую стадию, впечатлились от нее, откуда они впечатлились от этого вследствие Зевуга, который произошел в мире бесконечности, свет бесконечности опустился туда и начал наполнять Нигальгальты и внутренний ап, и внешний ап, и внутренний сак, и внешний сак, и никуда Десак, и тогда они сократились. Да. Это же некая форма отдачи. Конечно же это действие отдачи. Малхот поднимается в бину. Подъем. Ты слышишь это слово? Подъем. Конечно. Конечно же действие отдачи как сокращение поднялось в своем желании. Приподнялось. Конечно. Не опускает святости. Всегда это действие по отдаче все больше и больше и больше. Хотя это и сокращение, ограничение. Но для чего? Для того, чтобы раскрыть большее слияние. Слияние это цель. И производят расчет на нее. Да. Но она это делает в тех святах, которые получила. До конца исправления есть у тебя только свет нафиш. Все только свет нафиш. все, что мы говорим наранхай, это все только нефиш. И только тогда в раф-па-алиме ка-циа-эль многодействующим и собирающим раскрывается наранхай. Да. Связь между Малхуд и Бина поднимается, раскрывается в подъеме Малхуд снизу вверх. Поэтому это раскрывается не до того. Какую силу человек получает? Мне так представляется. Он находится в комнате. Все, что я делаю, это вызывает жизнь или смерть тех людей, которые находятся здесь. Каждое действие, каждая мысль, все, что я делаю, или оживляет, или умертвляет всех тех, кто здесь находится. Если я нахожусь в этой ситуации, я прежде всего стараюсь ничего не сделать. Как можно действовать в такой ситуации, это, мне кажется, очень... Ну, скажем, как зародыш. Малхуд включается в бену, в черной точке в бене. Сократила себя и включается. Зародыш в чреве матери. Бена это чрево, а малхуд это зародыш. вопрос в ином направлении. Где здесь взаимодействие между Малхуд и беной? В ширину эту всю науку захватывает или... Всю. В нашем посыле широкой публике. В нашем посыле он весь целиком бена. Мне кажется, что это... Нет. Совмещение... Я извиняюсь, совмещение не в том, что Малхуд поднимается в бену, а в том, что участвует с ней вместе, это в Гадлу, Тималхуд, которая поднимается в бену, нет еще совместного участия. Она пока что еще скрывается там. Она находится там одна, она стоит за беной, и есть только Гальта и Найм. Это несовместное участие. Совмещение свойства суда и милосердия начинается с этого и далее. Состояние Гадлу. Да? Я в связи не сумел себя объяснить. с которой мы хотим обратиться, ко всему народу. Где там в этой идее, в этом лозунге обе эти крайности? Там, по-моему, только бена. Все объединение, объединение, орывут, поручительствуют. Где соединитесь? В нашей идее, она вся такая. Какое это имеет отношение? Секунду, секунду. Я не понимаю, что ты говоришь. Ты говоришь об этих угрозах или о том, что мы изучаем здесь второе сокращение? Я думаю, это имеет отношение. Нет, не имеет. Но это везде есть. Ты можешь сказать, что человек, который хочет объединиться с другими, он должен сократить свое желание получать и воспринимать окружение как бена, как второе сокращение, то есть он включается туда. Можешь так сказать, да? Что если каждый пригибает голову, если он включается в группу, в таком виде они добиваются успеха. Все должны быть такими, что каждый отменяет себя по отношению к окружению. Да? С этого начинают. Это понятно. С этого начинается поручительство. Что такое поручительство? Взаимное отношение, откуда они начинаются, когда каждый прежде всего закрывает свой эгоизм. и перекрыв его, начинает соединяться с другими над своим эгоизмом. В совмещении свойства милосердия с судом тогда я могу связаться с другими и немного вывести свой эгоизм наружу и ради ближнего работать с ним, насколько возможно. И если все мы соединены только в Хафет-Хесет, все мы находимся как капля семени, черная точка внутри бены, пока еще не зародыш. Все мы вместе, миллиарды, все мы вместе, это как одна капля, черная точка внутри бены. Когда мы начинаем извлекать наш эгоизм, выводить ради блага ближнего, это называется, что зародыш начинает развиваться. Дай Бог почувствовать, что такое свойство нефиш духовного. Это величайшая вещь. Включение Высшего в Творца, в эту матку, это уже слияние только в мире, когда ты отменяешь свое желание. Отсюда и далее уже начинается с товарищами извлекать каплю эгоизма во благо ближнему. И тогда есть у тебя уже своего рода свойства, желания. Как-то ты начинаешь видеть, откуда можно давать, соединиться на самом деле, воспользоваться немного своими исконными свойствами. Все ради ближнего. дополнительно к хаффетсхэсет, желание отдачи. Да. Не обращаться в таком виде, конечно, к публике, это понятно. На самом деле, это легко. Если это достояние всех, я думаю, что это будет очень легко. Это естественным образом произойдет у нас, это искусственно. это будет естественно. И я также надеюсь, что мы впечатлимся от них, это передастся нам, как дети обучают взрослых, отцов. И вдруг мы почувствуем, насколько это близко, и насколько это можно реализовать. И мы получим больше разум, чем они, чтобы их снова обучить, и снова получить от них эту интегральную природу. То есть, они будут производить действия, а мы эти действия будем воспринимать внутри и будем продолжать исправление. Я очень надеюсь, что это продвинет нас быстро. Это по сути прежде всего то, что нам необходимо почувствовать. Ладно, я уже все. Ну, пожалуйста. Если я кому-то хочу объяснить и хожу с места на место, я объясняю это на одной площади, на другой площади по этапам. Но это кажется очень далеким. Для того, чтобы оставить тебе пройти возможность самому этот путь снизу вверх. И они тебе это объясняют, но в таком виде, что ты можешь видеть эти тексты и понимать их в той мере, в которой ты улучшаешь себя, в той мере, в которой ты работаешь над собой. Если ты не понимаешь то, что написано, это работал над собой. Если ты работаешь правильно в группе по объединению, в учебе, в распространении, ты в твоем состоянии должен понять те тексты, то, что тебе необходимо для продвижения. Они разовьют тебя таким образом, каждый раз постепенно. Таким образом они написаны. Есть во всех этих текстах все 125 ступеней. Если ты прикладываешь усилия со своей стороны, чтобы находиться на какой-то ступени, то есть в отдаче, практическим образом, с окружением, учебой, распространением, не может быть, чтобы ты не увидел в тексте объяснение, ты увидишь его. А если ты не видишь, это признак того, ты не приложил усилия и нашел, такого не бывает. Да. Я сожалею, новый там. Пожалуйста, да. Если мы захотим получить от вас, какая нужда в том, чтобы получать от вас? От меня? От меня ничего не получишь. Вот как Наре вас спросил. Ну, я его люблю. Если вы захотите получить, я вам дам. Это так? Что значит желать получить? Когда будет требование, потребность, кроме этого, мы ни в чем не нуждаемся. если ты не получил такого хессерона потребности, признак того, что ты не желаешь. Ладно, ребята, дам уже. Последний. Действие в духовном, насколько я понимаю, должно зависеть от награды. От награды? Действие в духовном оторвано от награды? С чего вдруг? Это самая большая награда? Не понимаю. Действие это награда. еще более того, здесь я работаю на хозяина, иди знай, через месяц он мне заплатит или нет, или обанкротится, или что-то еще с ним произойдет, сколько заплатит. Это в соответствии моим желаниям, моим келим. А в духовном, в то время, когда я работаю, я получаю наполнение все больше и больше и больше. А, 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 я все время, сколько бы я не довел, чтобы продвинуться, я сразу же наполняюсь, сразу же. Не то, чтобы я нажимал, а потом наполнялся, нажимал, а потом наполнялся. Само нажатие является наполнением. Что? Я пытаюсь представить себе. Я продаю и наслаждаюсь, наслаждаюсь, наслаждаюсь. Скажем, на примере пищи. Есть у тебя еще большие примеры, когда ты больше потеешь и наслаждаешься. Но что есть в этом? Я не понимаю смеха. На самом деле так мы и растем, да? То есть это не понятие тяжелой работы, а понятие того, что это сразу же сопровождается наполнением. Баисула очень хорошо это объясняет, почему народ наслаждается именно таким образом, и да, и нет. Это вещь очень серьезная и глубокая, но... Я произвожу какое-то действие, все время наслаждаюсь. Да, бесконечно, бесконечно. А где же здесь перескоки? Если ты можешь свои падения присоединить к этому, нет у тебя падений, все вместе, и падения вместе с подъемами. А действия? Нет других действий, все. Для чего тебе, если ты находится в этом, что есть у тебя большего? Нет большего, только это. Это может надоесть? Надоесть? Есть еда, секс, другие... нет, это наслаждение включает все. Нет у тебя другой потребности, ты устроен этим светом. Ты не понимаешь, что нет у тебя ничего другого, и на самом деле нет ничего другого. Ты можешь спросить, но ведь если есть что-то другое, так почему бы и нет? Но ведь нет, и не думай, что этот свет ограничен, и поэтому ты будешь ограниченным. А на самом деле он бесконечный, потом ты это раскроешь. и кроме этого у тебя не возникает никакого вопроса. Это ты сейчас спрашиваешь? Пока что, к сожалению, это далеко от нас, а мы насладимся от пищи, я надеюсь. Ну, идемте, есть.